Добрый день, уважаемые подписчики! Город Малины, 18 апреля 2021 года. Рады вас приветствовать на нашем канале, кто нас постоянно смотрит и подписан. Кто не подписан, подписывайтесь. Что у нас произошло за последние две недели? Пытаемся ролики выставлять часто, по мере того, что мы делаем у себя на участке. Но в прошлые выходные, к сожалению, моя съемочная группа была занята. Поэтому ряд работ мы провели на прошлые выходные без съемочной группы. Самое главное, что мы сделали на прошлой неделе, это мы обрезали летнюю малину. Летняя обрезка летней малины. Многие эксперты, так называемые, говорят, что надо обрезать летнюю малину 10, 15, иногда 20 см. На самом деле, если вы посмотрите внимательно, здесь вы видите, самое большинство точек сосредоточено на кончике. И если он не отмерз, не высох, то ни в коем случае не надо ее обрезать. Потому что с каждой веточки у вас будут сначала цветочки, а потом и будет сама малина. Если же вы его так вот отрежете, как советуют некоторые специалисты, то у вас вы не досчитаетесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А с каждой такой ветки будет как минимум пять ягод. То есть вы не досчитаетесь как минимум 35-50 ягод. Каждая ягодка здесь весит грамма три, поэтому, соответственно, считайте минус 150 грамм с каждой ветки. Кстати, эта малина, скорее всего, это сорт Мария, старая украинская селекция. Это одна из самых ранних малин. Перечитав очень много про разные малины, про разные сорта, сделал вывод, что все-таки, скорее всего, что это у нас Мария. Мария у нас характеризуется очень ароматной и сладкой ягодой, достаточно раннего плодоношения. Она засухоустойчивая, поэтому она выживает у нас из года в год, несмотря на то, что у нас меняется климат, но она не жароустойчива. То есть ее все-таки она любит при тянении. Ну, уже есть что есть. Поэтому сейчас мы найдем веточку, которую мы обрезали до первой сухой почки. Видите, насколько она короче. И вот эта часть у нас уже была срезана. Также мы проводили еще санитарную чистку, потому что некоторые побеги малины были заражены галицей. Сейчас мы перейдем на другую веточку. Я специально оставил, вы увидите. А это у нас уже сорт крепыш. Вот мы обрезали, но оставили этот побег, чтобы сегодня иметь возможность снять. На побеге вы видите такое утолщение шарообразное. Вот там находится червячок, который, когда выйдет наружу, превратится в галицу. Такая мушка, которая и дальше будет откладывать яйца. Побеги малины уничтожая нам этим самым нашу плантацию. Но мы в этом году будем с ней бороться. Мы будем бороться как и биологическими фунгицидами и инсектицидами. Так и через две недели проведем первую обработку. И единственную инстектицидами химического происхождения синтезированного, чтобы побороть клещ малиновый, побороть галицу. А дальше мы будем пользоваться только биологическими препаратами, о которых мы вам и расскажем. На прошлой неделе мы также провели еще и подкормку нашей малиной плантации, которая уже была высажена в прошлые годы. Проводили мы подкормку вот таким вот минеральным удобрением. Это называется диамонифосфат. Здесь 18% азота, 46% фосфора. Мы его не растворяли, хотя оно растворимо не так хорошо, конечно, растворимо, как кальциевая селитра. Но оно достаточно, значительно лучше растворяется, чем суперфосфат в разы. Но тем не менее мы для себя решили, что мы не будем его вносить в жидком виде. Мы унесли его порядка 3 кг на сотку. Сейчас идут дожди, и оно будет иметь у нас пролонгированное действие, достаточно длинное. Плюс мы на прошлой неделе провели подкормку биологическим удобрением. Здесь у нас куриный помет в пропорции с водой, 1 к 20, то есть 1 кг. Здесь 10 кг куриного помета на 200 литров воды. А здесь у нас 7 кг помета на 150 литров воды. Таким раствором мы поливали нашу малину из расчета 10 литров на 2 квадратных метра. Грубо говоря, литр под кустом. Этим самым мы и активизировали биологическую жизнь почвы, а также дали в достаточном количестве на данном этапе минеральных веществ. Калий сейчас давать бессмысленно. Калий мы будем давать уже, когда начнется процесс бутонизации, и в процессе цветения, и в процессе уже созревания ягод. Продолжение следует... На прошлой неделе у нас также был ударный труд. Мы высадили 6 новых сортов малины. Выбрали, наверное, самые перспективные, на наш взгляд, сорта. Это из ремонтантных. Это полонез, это эмара, и это энрассадира. Летние сорта мы взяли на сорты испытания. Это сорта пшахиба. Сверхраннюю малина взяли радиовую, раннюю, ранние сорты взяли тадмар. Это позднее, средне-позднее созревание. Таким образом, мы хотим попробовать создать малиновый конвейер, чтобы малина у нас была с конца мая до конца июля летние сорта. А дальше мы уже будем переходить на ремонтантные сорта. А это у нас летняя обрезка ремонтантной малины для летнего плодоношения. Считается, и это, наверное, правильно для промышленного производства, но все-таки еще не промышленники, а начинающие с садовода малиноводы. Но мы для себя решили попробовать оставить ремонтантные сорта, не вырезать их под землю, под ноль. Как это необходимо делать в принципе промышленных масштабах. Вот так она вырезается глубокой осенью или ранней весной. Мы оставили их на летнее плодоношение. Но мы считаем, что в принципе из современных ремонтантных сортов два урожая вытянуть можно. Тем более вот этот сорт называется села. Это швейцарская селекция. И он разрабатывался как ту-таймер. То есть при обильном кормлении, частом и по чуть-чуть, как биологическим, так и минеральным удобрением, оригинатор говорит, что можно вытянуть два полноценных урожая. Старые сорта, которым больше 20 лет, изначальные ремонтантные, они не могут давать полноценные два урожая. А вот современные тутаймеры, к которым относятся, первое это была зева, сейчас это зюгана, которая у нас высажена осенью. Это тоже тутаймер. А также современные нроссадиры и полонез. Мы будем учиться, как получить два полноценных урожая. Один летом, второй осенью. Безусловно, летний урожай задерживает плодоношение. И есть опасность. Если будет наступать раньше зима, то можно недополучить осеннего урожая. В связи с тем, что климат сейчас меняется, и осень у нас зачастую теплая, и не очень дождливая, мы рассчитываем получать два урожая. Получится или не получится. Вы всегда сможете посмотреть следующих наших видео на нашем канале. Подписывайтесь, смотрите. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Всегда рады новым подписчикам. До новых встреч.